Здесь свою работу любят. Специальные голландские сумки и любя, сборщицы яблок называют кенгуру. В них фрукты не травмируются, и спина от каждого нового килограмма румяного и ароматного урожая не устает. Лучшее яблоко первого сорта, сорванное с ветки, также любя заберет и аккуратно уложит в ящик специальный уборочный комбайн. В этом году у их работы важности прибавилось. Кубанские сады, теперь об этом говорят многие, должны страну накормить. Сами сборщицы только за. Уверены, таких вкусных яблок иностранные конкуренты не поставляют. Это наши более натуральные яблоки. А зарубежные они чем-то накачивают, чем водка. И на вкус даже, они как никакие в основном бывают. Почти 500 гектаров под садами. Яблони, груши, сливы есть в садах Кубани и собственный питомник, кстати, самый крупный в России. С одного гектара здесь убирают 80 тонн яблок, при том, что в среднем по краю только 30 тонн. Получается, что в среднем одно дерево дает около 30 килограммов яблок. Рассказывая о своем огромном саде Александру Ткачеву, Константин Аверин говорит, ставку сделали только на местные кадры. Производительность труда повысили в разы, внедрив в процесс уборки и обработки садов специальную технику. Смотрите, это фантастика, да? Такого мы даже мечтать не надеемся. Красоты, чистоты сад и качество яблок. Мы хотим, чтобы так вся Кубань была. И все от Кубани ждут как раз плодов, овощей, ягодов, фруктов. И все на нас, знаете, смотрят с такими большими надеждами, потому что мы выполним обещанное. А то польское яблоко, да, польское яблоко, да? Нет, кубанское лучше. Чем мы хуже? Правильно, накормим всю страну кубанскими яблоками. Абсолютно. Им состав таков, что 100% можно сажать яблоки. И в нашем хозяйстве зарезервировано еще тысяча гектаров по то, чтобы расширяться. Гордость предприятия – голландская линия разгрузки. Здесь ее называют нежной. Яблоки попадают сначала в воду, затем сортировочная машина сама отбирает плоды по размеру. Производство полного цикла, включая цех собственной упаковки. Увиденное уже на встрече с руководителями садоводческих хозяйств края, губернатор называет воплощенными европейскими стандартами работы. Такими должны быть все кубанские сады. Понятно, что вопрос номер один – дополнительные инвестиции в развитие. Краевая и федеральные программы уже в стадии проработки. Мы понимаем, что если мы не найдем средства в краевом бюджете для поддержки производства данных видов продуктов, если федерация на уровне Министерства финансов, сельского хозяйства, в том числе, не приложит усилия точечно, чтобы на юге страны производить львиную долю плодовощенной продукции, мы просто не сможем, конечно, все это возродить, приумножить кратно и изменить, в общем-то, облик нашей Кубани. Садоводческая Кубань, к этому мы все должны стремиться. Но господдержка будет направлена именно на технологии. Вот если мы будем увидеть, что закладываются новые сады, по новым технологиям, значит, здесь помощь будет по полной праве. За последние 15 лет европейские производители заняли 80% рынка. Нужно очень постараться, чтобы найти кубанскую вишню или черешню в сезон в крупных торговых сетях. А ведь бизнес выгодный. Огромные, пригодные для выращивания фруктов и ягод территории в крае сегодня просто пустуют. Непозволительная роскошь, подчеркивает Качев. Мнение самих садоводов, кроме субсидий, нужны конкретные государственные решения. На первом этапе снять пошли навоз техники, которая не производится сегодня у нас в России, и параллельно развернуть ее производство в Российской Федерации. Вот, например, по трактору. У нас предприятие Клаас есть, да, компания Клаас. У них есть в Германии прекрасные трактора для садоводства. Маленькую линию поставить для садоводства виноградарства. Ну и, конечно, мы сами участники бизнеса тоже должны измениться. Все, что вот создает для нас государство, наука, образование и так далее, мы должны уметь реально это реализовать на практике. Если же мы не способны это воспринимать, то тогда и никакие деньги не помогут абсолютно. Тесная работа с наукой. Садоводы ждут больше прикладных наработок, привлечения молодых специалистов, наряду с внедрением современной техники в процесс производства. Это тоже важная составляющая успеха. Чем отличается, на самом деле, польское, итальянское яблоко от нашего? Ну, прежде всего, вкусовыми качествами. Они определяют биохимию, а она определяется нашими почвенно-климатическими условиями. То есть только почва и все? Почва, климат, все остальное – это продуктивность, это товарный вид и так далее. А все это земля-матушка. Она вот просто благодатна на Кубани. Что касается субсидий на конкретные цели, в один голос руководители говорят о мерах поддержки для защиты садов. В град на Кубани явление нередкое и в мае, и даже в августе. После стихии первосортное яблоко превращается в третьесортное промышленное, а молодые сады долго приходится восстанавливать. Городовой приводит к громадным потерям. И от него защита – это практически только использование сетки. И стоимость этой сетки дорога. Все это удовольствие, даже используя, скажем, эконом-сетку, оно выливается порядка в 500 тысяч рублей на гектар. Большая просьба обратить на это внимание и включить данную позицию в процесс субсидирования. Новые персиковые сады готовы заложить уже в этом году на Тамане. Но и здесь нужна поддержка со стороны властей. Таманский полуостров. Для персика, я считаю, это лучшая зона мира. Тамань богата солнцем, но есть большие недостатки сады. Добыча воды, ее очистка и дальнейшее накопление. Накопление для орошения. То есть, если эти вопросы мы закроем, то, наверное, мы накроем всю Россию персиком. Учитывая, что стоит задача увеличить производство на первый план, выходит вопрос сбыта, говорят производители. В условиях эмбарго на иностранные продукты проблем с рынками нет. Но это пока действуют санкции. Нам бы хотелось, чтобы мы строили систему взаимоотношений по контрактной системе. Чтобы мы могли заблаговременно знать, какой продукции, сколько и какого качества у нас заготовят, как это делается во всем цивилизованном мире. И здесь уместно говорить о целевых субсидиях на создание базы хранения плодовощной продукции. Конечно, для нас очень страшен демпинг. Если завтра санкции не будут действовать, то, я уверен, Польша выставит не просто по себестоимости. Она опустит сегодня, как говорят, все цены до плинтуса. Самое главное, что мы от государства получим примерно ту же поддержку, что получают Польша, Голландия, Италия и так далее. И мы выровняем наши возможности и будем конкурировать уже на равной основе. Это главное, что государство сегодня собирается порядка триллиона рублей направить на импортозамещение, на поддержку собственного производства. В течение трех-пяти лет мы должны перейти на стопроцентное интенсивное производство. Для меня важно расширение. Каждый из вас должен думать на перспективу. Один 100 гитар будет заложен, другой 10 гитар, 30 гитар. Это шаг вперед. Собственные ресурсы, которые есть сегодня, мы не прибавим. Только на воспроизводство, только на расширение. Садоводство – это наш приоритет. Это политическая задача. Александр Ткачев подчеркивает, ставку в крае намерены делать на тех, у кого сегодня есть ресурс развиваться, закладывать новые сады, используя современные технологии. И земли, и рынка хватит всем. Главное, что российский потребитель ждет и фруктов, и овощей под брендом «Произведено на Кубани». Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал.